Девушки отдыхают Девушки отдыхают Это означает, что он может явиться в любое время, в любом месте. Для него нет ограничений. То есть, с одной стороны, он является как определенная Личность. Кришна приходит из века в век, юге, юге. Но, с другой стороны, мы знаем, что он находится в сердце каждого. И это та же Личность, это не кто-то другой. Это не так, что является Кришна, а в сердце там картинка стоит. Нет, это та же Кришна. И цель праздников, которые мы с вами отмечаем, как раз приблизить вот с явлением Господа свою жизнь. Сделать это частью моей жизни. Я так сегодня подумал, какое-то, ну, сколько лет я уже по милостеприимной шивой правопады встречаю явление Господа. 25-й год. Я вспоминаю, когда это было на исполкомовском, у нас был домик, маленький домик. Ну, вот, наверное, полуалтарная этого домика была, вот как половина вот этой алтарной. И это был храм. И вот собиралось, может быть, ну, я думаю, немного меньше людей, но много очень. И преданно все сидели очень кучно, очень тесно. Я не помню, о чем ректор рассказывал. Видимо, это самая сложная часть программы. Я вспомнил пир. Это впервые был. Я не мог себе представить, что можно столько и есть вообще. Обычно, ну, мы понимаем, есть там первое блюдо, второе. Вот, и впервые я увидел плены, как это могут быть есть. И я увидел большие тарелки. Ну, вы знаете, вот эти наши разломки. Большие тарелки. Это не просто там против ножкового. А это вот такие горы, полные тарелки. Так что вот с краю осыпается. И потом вы утром просыпаетесь, и это ленившие правопады, и вы, как будто, и не было этого всего. Ну, имеется в виду, вы лёгкость ощущаете, вдохновение. Это необычный опыт. Знаете, вот для нас с вами, то есть мы же не какие-то там философы глубокие. Мы не копаем, не зубрим, не там огни их не перелистываем. Но что-то как-то вот правопад так сделал. Даже, знаете, вот по-хорошему отправляясь в Индию, вот если без преданных, вот так сам по себе, и в путешествиях, даже по храмам, я не знаю, что бы я увидел там. Ну, конечно, много вот, знаете, чего-то глубокого, мудрого. Но вот в том свете, как дал это Шила правопад, именно вот Санкиртана, Прасад, фестиваль, правопад организовал радхаятры, и причём это реально были масштабные радхаятры, божества в храме. Правопад, знаете, вот когда мы попадаем в некоторых местах, мы не можем понять вот поклонение, то есть это поклонение, оно очень личностное, и мало что мы можем понять. Но правопад сделал так, что приходя в храм, мы чувствуем благоговение, с одной стороны. И с другой стороны, мы не чувствуем какой-то ущербности, знаете, вот подавленности и, знаете, вот ощущение, что мы великие грешники. Кто-то чувствует, что он великий грешник. Иногда мы это ощущаем, ну, как благодарность, мы ощущаем, что были какие-то глупости в жизни, что-то не так было. Но это не в ключе того, что мы гнобим как-то себя, да, вот за это. То есть некий праздник, правопад подарил на праздник. Когда мы читаем Бакуа, там, описание духовного мира, говорится, что каждый день праздник. И мы можем это немножко понять, вот, присутствие на таких праздниках. Думаешь, ну, как вот, можно киртан петь, там, 12 часов, 16 часов. Кому-то удовольствовалось петь, вот, долго участвуют такие киртаны. Вначале ум говорит, ну, хорошо, там, в часе посидим, пойдем заниматься своим делом. Но когда мы сидим час, два, три, вот, реально, ощущение времени перестает выйти. Ваши чувства не устают. Знаете, как... Магараш Парикшир делится, что когда вернее с нами. Он так был благодарен за вот это проведенное. Мы знаем, что в десятой песне подошла кульминация. В десятой песне описывается явление Кришны. Но до этого много-много песней мы, кстати, Пуруши, сколько лет мы изучаем Багвата? Семь лет. Мы только от четвертой песни дошли, до четвертой песни. Семь лет. Очень много интересных событий в Багвата. И вот, пройдя весь Багвата, подойдя к десятой песне, и задав вопросы, что когда вернее с вами, о явлении Кришны, когда уже... Что когда вернее с вами рассказал о лунной династии, о солнечной династии царей, о династии Бришни, это династия, в которую пришел Кришна. Магараш Парикшир задал вопросы о Кришне. И что когда я вас с вами сказал, что это лучшее лекарство для обусловленной души, амблозия. Магараш Парикшир подтвердил, что эти повествования, подобно оживляющим водам Ганги. Я уже много дней слушаю тебя. Но я не пью, не ел. У меня нет этого желания. Хотя мы вспоминаем, почему. Почему эта ситуация произошла в свое время в Магараш. Барикшир, будучи на охоте, он испытал жажду, и он не мог стерпить ее вообще. Он разгнился на то, что мудрец не подал ему воды. Простое гостеприимство не осуществил. Но здесь уже в течение долгого времени он слушает. И он говорит, это как амброзия. Я не чувствую усталости. Мое тело свежее. Мое чувство свежее. Мой разум пыклив. Он просвещен. Я хочу слушать. Подробно. Чем занимался Кришна во время наоборот? Что он делал в два руки? А почему он родился у Васудевы, был вынужден воспитываться Анандой, Гешотой? Сколько жен у него было? Сколько лет он прожил? Хотя он не рожденный. Малыш Парижин знает. Он спрашивает, он говорит, хотя он не рожденный. Как он родился? И как он ушел? Такое удивительное Кришна. Кто-то ощущает какое-то удивление, когда мы читаем что-то о Кришне? Удивление какое-то. Когда Кришна явился, Парижин говорит, что они увидели его, они удивились. Субтитры подогнал «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» в «Симон»?» Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 И Рахинь увидела это, и жители Вриндавана увидели. Она даже не могла сказать, что Кришна родился. Она просто смотрела и не мигала, она просто плакала, смотря на Кришну. Она была переполнена любовью к Кришне. И в груди у нее стрелось молоко. И говорится, что Кришна пил молоко, есть подслаженное молоко, есть подсолененное молоко, слезами и швами. Итак, почему же Кришна приходит? Что-то его привлекает. Это самая тайна-тайна. Кришна описывает Бхагавадгити, говорит, Раджа Видя, Раджа Гухим. Это очень тайное знание. Гухим – это царское знание. Итак, Парупад объясняет. Господь говорит здесь об особенности своего появления на свет. Рождая словно обыкновенный человек, он тем не менее помнит все, что происходило с ним во время великого множества прошлых жизней. Тогда как обыкновенному человеку бывает трудно вспомнить даже то, чем он занимался несколько часов назад. Семь часов назад что делали? Двенадцать часов. Если спросить любого из нас, что мы делали в это же время вчера, мы вряд ли ответим сразу. Обыкновенному человеку наверняка придется напрягать память, чтобы вспомнить, что происходило с ним накануне. И все же находятся люди, которые осмеливаются называть себя Богом или Кришной. Кто-то встречал таких людей? Даже во времена Кришна были такие. Паундрака, осудяй. Он говорит, Кришна, ты самозванец, а я истинный. И причем у него сзади были прикреплены еще две лотеи. Он говорил о том, что он истинный. То есть настолько сила иллюзорной энергии, могучна, что можно даже себя убедить в том, что я всемогущий. Можно убедить себя, поверить в это и начать убеждать окружающих в этом же. То, что обычно и делают все. Мы пытаемся маленькому окружению доказать, что я всемогущий. Кого-то получается, он большему окружению доказывает, что он всемогущий. Если получается, еще большему. Ну хотя бы маленькому щеночку докажу, что я добрый друг каждого, я покровитель, я могущество. Но благодаря Швей Прабхупаде мы немножко понимаем суть вещей. И все же находятся люди, которые осмеливаются называть себя Богом или Кришной. И бессмысленные заявления не должны сбивать нас с толку. В этом стихе Господь также говорит о своей прокрити или форме. Слово прокрити может переводиться как природа или как собственная форма, сварупа. Господь говорит, что Он приходит в материальный мир в собственном теле. Он не меняет тела, как это делает обыкновенное живое существо. Очень много споров о том, куда делалось тело Кришны после смерти Его. Знаете, что Он умер за грехи Свои? Он стал причиной братубийственной войны и поэтому погиб. Не слышали такое? Ну, не слава Богу. Итак, Господь говорит, что Он приходит в материальный мир в собственном теле. В этой жизни обусловлено души одно тело, а в следующей другое. В материальном мире у живого существа нет постоянного тела. Ну, вот у нас уже на протяжении 20, 30, 50, 60 лет есть тело. У кого есть тело? Что с ним происходит? Оно меняется. И в какой-то момент эти изменения станут необратимыми. Сейчас еще можно как-то это немножко затормозить, притормозить, натяжку лица сделать, еще что-то. Это очень здорово. Я выхожу утром, повторяю мантру, и я выхожу в парк, и там есть тренажеры, и я вижу, как пожилые люди, там, ну, реально, 70-80 лет, пожилые люди, дедушки, бабушки, и делают упражнения там. Это вдохновляет, ну, на здоровый образ жизни. Но есть момент, который уже отведет линию, скажет, все, тело уже не может функционировать. И тогда появится новое тело. Но Кришна не меняет тела. Он находится в своем теле. Атма-Мария. Господь не подвержен изменениям. Всякий раз, когда Он появляется в материальном мире, Он приходит в Своем изначальном облике и делает это силой Своей внутренней энергии. Иначе говоря, Кришна появляется в материальном мире в Своем изначальном вечном облике с двумя руками, в которых Он держит флейту. Он появляется в Своей вечной форме, неоскверненной материи. Но хотя Господь не сходит в материальный мир в духовном деле и является повелителем Вселенной, на первый взгляд может показаться, что Он рождается совсем как обыкновенное существо. И хотя тело Господа Кришны, в отличие от материального тела, не подвержено изменениям, кажется, будто Он растет и за ребенка превращается в подростка, а затем в юношу. Но что самое удивительное, Он всегда остается молодым. К тому времени, когда произошла битва на Кругшетре, у Кришны уже было много внуков. Иначе говоря, по материальным меркам, Он находился в преклонном возрасте. Тем не менее, Он выглядел молодым человеком 20-25 лет. Мы никогда не увидим изображение Кришны в старости. Кто-то видел? Потому что, в отличие от нас, Он никогда не стареет. В действительности, эта идея исходит из Писания. И говорится, что Бог, Он самый старый, пропитый Махал, это значит дед всех живых существ. И когда мы слышим, что Он самый старый, что у нас какой образ формируется? С бородой. А? С бородой. То есть, это означает, что мы представляем себе Бога. Вот Он такой. Но благодаря Шиби Прабхупати, мы узнаем о том, какой же Он на самом деле. Кришна Сам говорит о том, какой Он. И так Он никогда не стареет, хотя является самым старым во всем творении и во все времена прошлом, настоящим и будущем. Его тело и разум не стареют и не меняются. Отсюда ясно, почему даже приходя в материальный мир, Господь остается нерожденным. И почему Его разум и вечное трансцендентное тело, исполненное блаженство и знание, называют нетленным. Иногда наш разум светл. И в это время очень благоприятно, чтобы кто-то пообщался с нами. Но иногда наш разум затуманен. И в это время очень неблагоприятно, чтобы кто-то общался с нами. Но особенность Кришны состоит в том, что Его разум всегда чист, всегда светит. Поэтому, если мы хотим мудрый совет, мудрую поддержку, нам нужно искать общество Кришны. Явление Господа и Его уход подобны движению Солнца, которое встает, проходит над нами, а затем исчезает из виду. Когда Солнце исчезает, мы думаем, что оно иссело, а когда Он вновь появляется у нас перед глазами, мы говорим, что Солнце взошло над горизонтом. На самом деле, Солнце всегда остается на небе, а поскольку наши органы чувств несовершенны, мы считаем, будто оно то появляется, то исчезает. Явление у Господа Кришны, Его уход, не похоже на рождение и смерть обыкновенного существа. Благодаря могуществу Его внутренней энергии, Он всегда остается вечным, исполненным блаженства и знания. Его не может коснуться материальная скверна. В Ведах сказано, что хотя Верховный Господь нерожденный, кажется, будто Он рождается, появляясь в разных обликах. В Писаниях, наполняющих Веды, говорится, что даже казалось бы, рождаясь в материальном мире, Господь не меняет тела. Из Багвы там мы узнаем, что Он предстал перед Своей Матерью Деваки. Как Он предстал перед ней? В четырехруковой форме. В нормальной. Кто-то мог себе представить до этого о том, что у Бога четыре руки. И когда мы впервые этого услышали, казалось это как-то странным. Ну, это же неудобно, четыре руки. Хотя это практично. Он сразу рисует, а как же там плечи, как там все это должно расположено. Почему? Потому что мы пытаемся вот умом, коробочкой, ограничить пространство Бога. Итак, Господь предстал в форме четырехрукового Нарайана, украшенной всеми шестью совершенствами. Приходя в материальный мир в своем изначальном личном облике, Верховный Господь являет живым существом беспричинную милость. Благодаря этому они могут сосредоточить свой мысленный взор на истинном образе Господа. Представляете, что значит милость Господа? Как Его милость проявляется? Мы можем сосредоточить свой взор на Нем. Сейчас очень сложно сосредоточиться. Несколько секунд, и Он уже о чем-то другом думает. В действительности форма Кришны настолько привлекательна, что невозможно оторвать глаз от Него. И вот это и есть милость Кришны. Это и есть милость Кришны. Когда мы не можем оторвать глаз от Него, мы не можем жить без Него. Вот это и есть милость Кришны. Мы не можем дышать без Него. Есть люди, вот у них астма, они задыхаются или аллергиями. И такой человек понимает, что такое без воздуха быть. Вот кто-то может быть без воздуха? Сколько мы можем быть без воздуха? Сколько? Сколько? Давайте попробуем пуссовать эксперимент. Давайте. На 3-4 мы задержим дыхание. Набирайте воздух. А мне и так дышать нечем. За ногу. Кришны. А неросoxяне. Спасибо. Спасибо. , Редактор suivно. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы начинаем понимать, как это важно для меня. И в чем особенность, когда Кришна говорит, простигает природу мою, мы начинаем понимать, что я не могу жить без него. И это означает милость Бога. Продолжение следует... Что происходило с ним в предыдущей жизни. Господь является повелителем всех живых существ. Ибо, приходя на землю, Он совершает чудесные сверхчеловеческие деяния. Итак, Господь всегда остается неизменной, абсолютно истиной. Между Его телом и им самим нет никакой разницы. Тогда может возникнуть вопрос, почему Господь появляется в этом мире, а затем покидает Его. Ответ на этот вопрос дается в следующих стихах. В этом мире, когда Кришна говорит, простигает природу мою. И в этом мире, когда Кришна говорит, простигает природу мою. И в этом мире, когда Кришна говорит, простигает природу мою. И в этом мире, когда Кришна говорит, простигает природу мою. И в этом мире, когда Кришна говорит, простигает природу мою. Итак, мы с вами празднуем явление Кришны. Кто празднует впервые этот праздник в своей жизни? Очень удачный. Кто празднует больше пяти лет? А кто празднует больше десяти лет? Больше двадцати лет? За эти двадцать-тридцать лет много поменялось жизни. В жизни общества, в нашей жизни, в жизни людей. Я подумал в действительности. Вот знаете, завтра также явление Шивы Прабхупады. И размышляя о том, что принес Прабхупад, что дал нам Шивы Прабхупад. Что нам подарил этот любительный человек. И наблюдая то, что происходит в мире, я просто, знаете, вот, ну, как бы, открыл определенную статистику, чтобы, знаете, вот как-то немножко сравнить, что произошло за последние тридцать лет в обществе. Вот мы с вами начали говорить о том Джанмаштане, о первом Джанмаштане, которое было, там, 25-30 лет назад, когда были преданы, была тесная комната. И я говорил о том, что мало что было запомнено из лекции, но то, что очень запомнилось, это атмосфера, которая была. Очень дружная семья. И в действительности это то, что Шивы Прабхупад нам подарил. Он подарил нам новую семью. семью со смыслом, семью с ценностями, семью с содержанием. И я так посмотрел, вот, чисто как статистика, что происходит в обществе за последние 30 лет. Суровая статистика. Говорится, что уровень разводов в обществе за последние 30 лет повысился в два раза. Больше, чем в два раза. Доля неполных семей, то есть когда дети живут с одним родителем, увеличилась в три раза в целом в обществе. Число внебрачных детей выросло в пять раз. Количество самоубийств увеличилось в четыре раза. Очень интересно описано, говорится, что в 60-е годы школьника, знаете, за что ругали? Ну, такие вот были самые суровые вещи. Это за то, что бегали по коридорам, не всегда приходили в форме, ну, в той, какой нужно. Вы помните, галстуки должны были быть пионерские. А если вы без значка пришли, это был выговор. Или мусорили. Знаете, с чем сейчас преподаватели работают учителя? Это насилие, наркотики, преждевременная беременность и оскорбление в адрес учтеве. Вот за 30 лет, как изменился мир. И когда мы видим, когда мы слышим о явлении Кришны, мы знаем, что Кришна явился не в самом лучшем месте. Где Он явился? Где Он родился? Он родился в тюрьме. И в этом месте в Асуде, в Айдваке, они, ну, как это, не находились в санатории. Они находились в заточении. Они находились в заточении. И мы видим, что Кришна не выбирает, знаете, вот какие-то красивые места для жизни. Там берег океана, берег моря, какие-то миополисы хорошие. Нет. Кришна является туда, где в Нем нуждаются. И 5000 лет назад Кришна явился в Матхуре. И в это время Деваки и Васудема они находились в заточении. Браманам запрещалось проводить жертвоприношения. Камса запретил проводить жертвоприношения. То есть браманы чувствовали себя очень ущербно. Земля находилась в очень большом напряжении, потому что много кшатрин было, много воинов, которые, как это говорится, прятали своим оружием, показывая друг перед другом свою силу, свое могущество. И земля изнывала под этим гнётом. И вот приближалось время, когда Кришна должен был явиться. Говорится, что в атмосфере установился мир. В небе звёзды заняли самое благоприятное положение. Солнце и Луна. Созвездие Рахини стало свое лучшее положение. Говорится, это очень благоприятное созвездие. В небе долл очень мягкий, тёплый ветерок. В умах браманов установился мир. Они почувствовали в своём сердце миротворение и спокойствие. Несмотря на долгое время притеснений со стороны камсы, башнавы и браманы почувствовали миротворение в своём сердце. И в это время говорится, Кришна явился из сердца Яшоды. И Он проявился в форме четырёх букв он равен. И камера, в которой находился Пасудева и Деваки осветилась. От Кришны исходило мягкое, тёплое сияние. Цвет его тела был грозовой тучи. У него было четыре руки, украшенные браслетами. На голове был шлем. Его украшал камень кауступка. в четырёх руках у него находились раковина, диск, лотос и булава. Когда Кришна проявился в этой форме, Пасудевые деваки были удивлены. И первое, что пришло к Пасудеве, он стал возносить молитвы. Перед этим они услышали, как гангарвы поют, как абсары танцуют. Говорится, что мир переполнился рикованием, и с неба посыпались цветы, были слышны гонги, раскаты грома. И Пасудев стал возносить молитвы. И в этих молитвах, вот когда мы читаем, видно проявление величия Кришны. Говорится, что Пасудев поклонялся Кришне на столине Айшвари. Мы с вами говорили о том, как когда Кришна проявился во Бриндаване, когда Яшода увидела Кришну, то единственное, о чем она думала о красоте этого ребенка. И Кришна не являлся к ней в форме Нараяны. То есть это был маленький ребенок, беззащитный. Но здесь перед Нандой и Яшодой, и Деваке, перед Деваке и Кришна явился в форме Нараяны. Говорится, что Кришна и Деваке поклонялись Кришне в духе Айшвари, в духе благоговения. И Кришна стал возносить молитвы, описывающие величие Бога, о том, как Он проникает в этот мир, как сверхдуша, как Он творит этот мир, как одновременно Он входит в этот мир и остается вне этого мира. Как Он проникает в каждый атом, как Он творит, поддерживает и разрушает этот мир. Читая Его молитвы, мы понимаем, как это все проявление связано с Богом. И после этого Яшода также стала прославлять Кришну. Она также стала описывать, но видно был ее страх, может быть, некий испуг. Видя эту форму, она стала говорить о том, как мы сможем тебя защитить от Камсы. Мы знаем, что до этого шестеро детей предыдущих Яшоды Дэваке были убитые. Мы знаем, что Васудэва пообещал, что будет отдавать каждого своего ребенка, рожденного Камсы. И все они были убиты. И Ачарь Бхархи Натакура описывает, что в этом некую аллегорию видит, что эти дети они орицеттворяют определенные анардхи. И прежде, чем Кришна проявится в чистом сердце, ващнава должны уйти анардхи. Такие, как злоба, зависть, гнев, вожделение, иллюзия, безумие. Прежде, чем Кришна проявится в этом сердце, нужно отпустить их. И Дэваке стала говорить о том, если тебя увидят в этой форме. Как я объясню, кто ты? Как люди поймут, что ты мой сын? И тогда Кришна стал объяснять Дэваке, рассказывать о том, как в прошлых жизнях они были его родителями. Как Прични Сутапа. И когда от Господа Брава они получили указание наполнять землю потомством, они стали совершать эскезы, суровые эскезы, в течение долгого времени они совершали эскезы. Ихней целью, ихним желанием было только явлением Господа в их семье. Ваша решимость, ваше искреннее желание иметь меня своим сыном покорили меня. И я явился как Прични Галпхан, как ваш сын. В следующем рождении вы пришли как Кощапа и Атити. Вы также хотели иметь меня своим сыном. И я явился как Упендра или Мамана Деву. И сейчас в этом рождении как Дева Кивасу Дева я пришел в своей изначальной форме к Кришнасту Багаван Своям. И благодаря тому, что вы сосредоточены уже в течение многих жизней на мне, вы вернетесь в мою обитель. Благодаря этому вы всегда свободны от скверны материального существования. Такова сила памятования Кришне. И после этого Кришна принял облик маленького ребенка. Желая спасти Кришну, Астудева взял его на руки и говорится, что Юга Майя погрузила всех в сон. Все почувствовали сильную дремоту, их веки долились, стражники захрапели и затворы сами открылись. Нам нужно додержаться, скоро Кришна должен явиться, чтобы не пропустить этот момент, он может пройти мимо, Астудева его может унести. В это время прошел дождь, сегодня был дождь, и гром, и когда Астудева вышел, за словами сами открылись, Астудева вышел с ребенком, и в это время проявил Сананта Шеша, и своими клобуками он открыл Астудеву и Кришну. Астудева Астудева нес Кришну маленького в своих руках, и когда он подошел к Ямуне, ему на очи бурлило, но когда он подошел к ней, она раступилась перед ним, дала возможность пройти. И Астудева прошел, и когда он зашел в дом Нанды и Яшоды, он увидел девочку, маленькую девочку, Йога-Майя. В это время у Яшода родилась Йога-Майя. Внутренняя энергия Кришны. И Астудева оставил Кришну, взял Йога-Майя и вернулся. Все это происходило благодаря ее влиянию. Кришна написывает Бхага-Бхаггитти, что мы можем находиться под влиянием двух энергий. Либо Маха-Майя, либо Йога-Майя. И то, и то это энергия Бога. И то, и то это своего рода иллюзия. Не своего рода, это иллюзия. Только особенность Маха-Майя, особенность этой иллюзорной энергии состоит в том, что в чем особенность этой энергии? Как по-вашему? Кришну скрывает от нас. Да. То, что она скрывает истину. Она скрывает Кришну от нас и нас от Кришны. Все выводы. Но как действует Йога-Майя? Это тоже иллюзорная энергия. В чем особенность этой энергии? Она открывает Кришну. Но тоже своеобразным образом. Каким образом она открывает Кришну? Кришна говорит, Илья-Дхамам пропади на Тэй. Там сатай боджин миа. Насколько ты вручаешь себе мне, настолько я тебя открываю. Именно вот это делает Йога-Майя. Она открывает нам Кришну в соответствии с тем, как мы стремимся к Нему. Поэтому с одной стороны Бога можно познать, но с другой стороны Его невозможно познать. Как только мы Его познали на какую-то степень, мы понимаем, что Он еще больше. Как только мы познали на какую-то степень, мы понимаем, что Он еще больше. Итак, посуды его взял Йога-Майю и вернул в темницу, Он вернулся, засовы закрылись, и все было так, как будто так и было. Но очень интересно, что происходило в Вавраджи в это время. Нандо и Ашода мечтали о том, чтобы у них был ребенок. Но ребенка не было. В течение долгого времени они мечтали об этом. И однажды Йога приснился сон. Очень удивительный, красивый мальчик. Маленький, маленький, совсем маленький, крокотный. И она засияла вся часть. И она увидела Нандо ее мужа. у них не было тайн друг от друга. И она подумала, ты знаешь, мне сон приснился. И когда она услышала, он тоже засиял. Она была очень проницательна, она говорит, тебе, наверное, тоже этот приснился. Наверное. Расскажите, горе, ты приснился на владельец. Маленький мальчик, очень красивый. И да, он тоже приснился. Так говорится, что Кришна приходит, каким образом Он приходит к нам с вами, как Он приходит, какой путь и Бог. А еще раньше. Пока Он в сердце доходит, Он в уши входит. Мы начинаем слушать о Нем. Мы начинаем слушать о Нем. И Бхагава Гита начинается с того, что Прабхабхан говорит, хотя бы теоретически допустите, что Кришна Бог, просто теоретически просто допустите, что Он Бог. Это называется Шрада. То есть Прабхабхан Аванса нам дал Шраду. Он говорит, просто примите, что Он Бог. Я думаю, просто примем, что Он Бог. Это означает, что мы начинаем позволять Кришне идти дальше. Кришна проявился в сердце Ешоды и в сердце Нанды. И что происходит с нами, у нас с вами мы предоставляем свои уши, садху, чистому преданному Шради Прабхупаде. Мы идем к нему и человек садят это семя Бхактилата. Семя преодолевности Кришны, семя любви. Семя очень необычное. Кто знает, как бамбук растет? у нас долго очень. Четыре года вы поливаете просто поливаете и ничего. Представляете? Вот кому сказать? Четыре года поливаете я ничего. Я иногда общаюсь с преданным и он говорит, я уже два года мантру повторяю. А кто говорит, а я уже два месяца повторяю. Шрад это означает это на всю жизнь. Четыре года его поливают. корневая система очень хорошо расставится. Вся эта энергия идет на то, чтобы укрепить всю корневую систему. И потом за один год она вырастает на 40 метров. Ну, например. для нас с вами задача посложнее, надо, чтобы Леона выросла до духовного мира натянулась. когда мы слушаем Касай Магарадж дал рецепт такой. Три С, да? Слушание. Второй какой? Смирение. И третий садан. То есть когда мы слушаем Шилу Прабхаду и наша квалификация состоит в том, что мы без вызова это делаем, мы слушаем Прабхаду. Говорит, что давайте теоретически хотя бы допустим, что Кришна Верховная Личность Бога. Это уже некое смирение. И после этого идет садана. Что такое садана? Это определенная практика парива этого семени бахти. То есть наш образ жизни, наше повседневное служение Кришне, наше повторение Магамантры, наше чтение книг, наше общение с Ваишнавами, служение Ваишнавам. Когда мы говорим общение с Ваишнавами, мы имеем в виду служение Ваишнавам. Очень интересно одни психологи изучали разные религиозные направления, разные религии. Взяли все, 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 все известные направления религии. Они пришли к выводу, почему люди становятся адептами этой традиции. Нашли вот один важный момент. как по-вашему, почему? Отношения. Потому что складываются отношения. Я почему начал говорить о семье, о той статистике, что происходит в настоящее время в обществе. на самом деле, сейчас отношения между людьми становятся очень поверхностными, обрывистыми, грубыми. но в действительности, что привлекло меня тогда, 30 лет назад, это атмосфера, отношения между этими людьми. Светлые глаза, то есть люди бескорыстные, улыбаются друг другу, вот ни за что. Хотят что-то сделать, просто слушают. когда мы соприкасаемся с этим, это очень удивляет. Просто служат. И вот Нанда был такой. Его отец Парджани, у него было пятеро сыновей. И Нанда был средний. Старшего звали Упананда. И когда Парджани, он был царем Браджа, Байши, когда он позвал Упананду, ты ставший, ты должен унаследовать варенство. Он сказал, нет, я не могу. Почему? Потому что Нанда его все битают, все жители не битают. Он дорог всем. И все дороги ему. Такое ваше нам. Когда Кришна говорил о Суде и Деваке, почему он выпал, говорит, я не мог найти пару из сердца, в котором я мог бы проявиться. Очень интересно, он написывает качество в Суде и Деваке Аударья Гуна. Что это за качество Аударья Гуна? Гуна это качество. Великодушное. Так как вы великодушное, я нашел припешище в вашем сердце. И мы можем понимать, как Кришна проявляется. Для Кришны нет ограничений, нет стен. Он может проявиться в сердце каждого каждого нас. И вот Нанда и Ашода не мечтали очень о том, чтобы у них появился ребенок, божественный ребенок. и в какое-то время, момент все увидели по признакам Ашоды, по ее телу, что у нее есть ребенок. И все стали счастливы, потому что долгое время все печалились. У Нанды и Ашоды нет сына. Они были печальны. Но когда увидели Ашоду сияющий, радостный, немножко пополневший, весь недавно стал ликовать. И первая, кто пришла в Курномасе, она благословила Ашоду Мари. И говорится, что первым в ее тело вошла Йога Мари. Внутренней Энергии. Когда мы приближаемся к Богу, не приближаемся сразу лично к Нему, мы начинаем соприкасаться с Его Энергиями. Первое приближение к Богу это Его Энергиями. Когда мы стремимся попасть на Солнце, мы сначала соприкасаемся с лучами Солнца, с Его Энергии. Как нам попасть на Солнце? Нам нужно стать Солнечным. Только так мы можем попасть на Солнце? Любая энергия разрушается соприкасаясь Солнцем. Поэтому, как нам приблизиться к Богу? Надо стремиться к такой же природе, как и у Него. и на примере Девы и Яшода начинаем видеть, что Кришна выбрал, что Его привлекло. Аударь 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 велика души этих вечностей. И И Кришна первая родилась девочка. Потом родился Кришна. Джива Госвами его Палачам поописывает. Он говорит, что у Яшода родилась и девочка, и мальчика. Но говорится, она так была Яшода Майя, вернее, Йога Майя так погрузила всех, что Яшода не знала. Она не давала отчет, кто у нее родился, сколько родилось. И когда Васудеева пришел с Кришной, он взял Йога Майю, оставил Кришну, и вот Кришна Васудеева, который родился у Васудеева, вошел в Кришну Яшоде. Сложно? Нет? Ну, кажется, так. Для Кришны нет ничего сложного. Никакой математики, никакой физики, никаких законов. Представляете, во время рождения Кришны все планеты стали самым лучшим образом. Вот нам нужно высчитать, для благоприятного рождения какие-то планеты высчитать. Мы высчитываем, когда у нас благоприятный период. А Кришна рождается, и все планеты, грахи, они начинают двигаться во Вселенной. Во Вселенной очень четкий закон. Это, знаете, это как часовой механизм. Здесь не могут планеты двигаться в каком-то спонтанном направлении. В мире нет хаоса. И когда Кришна появился как дирижер, совершенный дирижер, все планеты стали двигаться благоприятным образом. Они хотели угодить Кришне. Это их не было служение. Кришна не зависит от планеты. Но они хотели ему показать, мы хотим расположиться благоприятным образом. И первая явилась Йога-Мая, потом явился Кришна. Посуда его забрала Йога-Мая, и Кришна пошел другого Кришна. И потом, когда Йошода пришла в себя, она открыла глаза, она увидела Кришну. И как мы с вами говорили, ее глаза не мигали, просто текли слезы. Она плакала. Появилась Архимия, появились другие копии, которые знали, что похоже, в ближайшее время Яшодан должна родить. Ганю, будешь счастье, увидев Кришну на руках Яшодана. И они выскочили и закричали, у нам родился сын. Давайте попробуем вместе громко. Унам родился сын. Еще раз. Громче. Громче. Ари 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 пастухи побежали звать Нанду. Нанда все бросил и прибежал увидеть Яшодан и Кришну весь недавно реколам. Когда Кришна явился у Васудевы, Васудева в своем уме раздал 10 тысяч коров, украшенных золотыми попонами. Итак, мы с вами собрались для того, чтобы встретить Кришну. Кришна должен появиться через 20 минут. Нас сейчас ждет спектакль, описывающий явление Кришны, небольшой спектакль. Мы сегодня празднуем не только явление Кришны, но также явление Нитайгу Рачандры. В этот день были установлены Божествования Нитайгу Рачандры. И мы знаем, что Кришна явился 5000 лет назад, Агаурангамамам, Абрабху, 500 лет назад, Сей Гоугура, Сей Кришна, Сей Джаганат. Тот же Кришна пришел как Господь Чайтанья. И мы увидим сценку, которая показывает, как произошла эта трансформация, изменение, как пришла эпоха Горангима к прабу. Мы с вами говорили о том, как Кришна привлекся этим настроением о ударе или милости. Сам Кришна несет в себе настроение лилы, сладости, мадгурья, расы. Господь Чайтанья уже в полной мере проявляет это настроение ударе или сострадание. Мы это увидим. Шри Кришна джан манш тами ки. Джа. 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 Дежа. Джа. Дэй. Субтитры создавал DimaTorzok